Время сотрясают скандалы. Хотя выборы на пост Башкана закончились еще в конце прошлого года, 26 декабря, сам результат выборов остается яблоком раздора. Апелляционная палата Камрад вынесла решение об утверждении итогов выборов, но оппонент Формузала подал жалобу в Высшую судебную палату. Высшая судебная палата постановила, Центральная избирательная комиссия Гагаузии должна представить списки избирателей автономии. Но представители обоих кандидатов на пост Башкана с Центральной избирательной комиссией по-разному видят выполнение этого указания высшей станции. В ЦИКе Гагаузии ожидают пояснения от Высшей судебной палаты Молдовы. Подробности узнавала Мария Дегтяренко. В понедельник, 28 февраля, утром члены Центральной избирательной комиссии по выборам на пост Башкана Гагаузии провели рабочее заседание в Камрате. Высшая судебная палата рассмотрела жалобу от Дудогла и поручила в устной форме Центральной избирательной комиссии предоставить на 3 марта определенный перечень документов для дальнейшего рассмотрения дела. 24 февраля 2011 года состоялось заседание Высшей судебной палаты по касации господина Дудогла на решение апелляционной палаты Камрат. На заседании Высшей судебной палаты было выявлено следующее. После приемии сторон коллегия Высшей судебной палаты ушла на заседание и после заседания решение не выносила, а в устной форме объявила, что Высшая судебная палата возобновляет исследование материалов дела. И поэтому 3 марта на следующее заседание Высшей судебной палаты просит предоставить Центральную избирательную комиссию следующие документы. Финансовый отчет по второму туру голосования, списки избирателей и реестры и заявления избирателей, которые голосовали на дому. Кроме того, Высшая судебная палата просила Центральную избирательную комиссию дать возможность касатору и его представителям ознакомиться с названными документами. И это решение было принято сегодня уже на заседании Центральной избирательной комиссии. Мы выполнили определение высшей судебной палаты в полном объеме, это наша прямая обязанность выполнить определение высшей судебной палаты. Мы, в центральной избирательной комиссии, были обнаружены некоторые моменты, которые нуждаются в более точных комментариях высшей судебной палаты. В связи с этим появилась необходимость обратиться в высшую судебную палату с запроса. В центральной избирательной комиссии запрос уже практически готов, сегодня он будет направлен. После того, как высшая судебная палата нам даст эти пояснения, все, что было определено высшей судебной палатой, нами будет исполнено. В том числе, конечно же, прямая наша обязанность допустить сторону касатора к документам, которые были указаны, а некоторые документы не совсем точно указаны в определении высшей судебной палаты. Цига Гаузии в ходе своего заседания потребовала от высшей судебной палаты Молдовы в письменной форме точное указание, какие именно нужно документы представить. В ходе заседания члены центра избирательной комиссии обсудили постановление высшей судебной палаты Молдовы. И согласно закону, они должны проверить сами списки избирателей, но не пересчитывать бюллетени. Слышали, что определения с утра не было, определение поступило к нам после обеда. После того, как мы несколько раз звонили в высшую судебную палату, мы наконец получили определение на руки, это было все в присутствии прессы. Поэтому здесь пояснять что-либо еще вам... Это решение, оно аннулировано? Какое решение? О проверке избирательных списков? Нет, нет, нет. Списки избирателей будут проверены стороной кассатора. Это никто не оспаривает, и мы не можем это оспаривать. Это определение высшей судебной палаты. Я уже повторялась и говорю еще раз, которое мы обязаны исполнить. Что будет сделано? Во второй половине дня сегодня мы уже получили письменное определение высшей судебной палаты, в которой говорится о том, чтобы центральная избирательная комиссия предоставила названные мной документы на заседание и предоставила документы для обзора кассатору Дудогла и его представителям. В определении высшей судебной палаты четко сказано, что к обзору документов по избирательному процессу допускается кассатор, его представители и третьи лица, которые выступали на стороне центральной избирательной комиссии в апелляционной палате. ЦГГУЗИ должен до четверга, до третьего марта закончить работу по предоставлению сторонам списков избирателей. Ведь именно на этот день, на 11 утра, назначено слушание в высшей судебной палате Молдовы. ЦГГУЗИ должен представителям сторон предоставить доступ к избирательным спискам и спискам голосования по месту пребывания. При проверке списков избирателей будет пять представителей стороны Дудогла и три со стороны Михаила Формузал. Я думаю, что будем работать оперативно и до третьего марта мы должны успеть ознакомиться со всеми документами, вернее предоставить все документы заявителям. Они должны с ними ознакомиться, чтобы третьего марта уже принимать участие в заседании высшей судебной палаты. Значит, все члены Центра избиркома, представитель кандидата Дудогла Вячеслав Георгиев, он представлял его интересы в Центральной избирательной комиссии, адвокат Николая Дудогла, господин Аронов Роман, и сам Николай Харлампович Дудогл может принимать участие в обозрении документов. Кроме того, участниками процесса были заявлены еще два человека. Это избиратель из села Дизгинжа Марин Федор и доверенное лицо кандидата в башканы Дудогла Нейковчин Василий по селу Кирсово. Что касается их участия в обозрении, да, они могут принять участие, но, как объявила и объяснила высшая судебная палата, только в рамках своих шалов. Мы сегодня определились, что можем пригласить для обозрения материалов представителя от формузала, это Петр Златов, который представлял его интересы в Центральной избирательной комиссии, и адвокат, который представляет интересы формузала в судебных инстанциях, Бевза Дмитрий Александрович. Действующий башкан, который принял присягу две недели назад, 14 февраля, надеется, что конфликт по результатам выборов будет скоро исчерпан. Решение высшей судебной палаты не было о пересчете голосов, хотя даже если будет такое решение о пересчете голосов, мы абсолютно спокойны, потому что пересчет голосов уже в Молдове неоднократно проводили, и никаких изменений не было. То есть избирательный процесс, он четко регламентирован кодексом, никто не хочет нарушать и попадать под статью уголовного кодекса, поэтому там все спокойно будет один к одному то, что есть. Ну хорошо, но два-три голоса, два-три бюллет не аннулирует, или два-три добавится. Но эта проблема не решает. Вот. Я рассматриваю, что чрезмерно-то затянулся этот процесс. И объяснение только одно нахожу. Есть определенные политические силы в Кишиневе, которым выгодно, чтобы Гагаузия бурлила, которым выгодно, чтобы в Гагаузии не было стабильности, не было спокойствия. И, к сожалению, вся работа, которую четыре года делал исполком по обеспечению политической, социальной и экономической стабильности в Гагаузии, за короткий промежуток времени, за два месяца практически, все то, что мы делали четыре года, перечеркнуто. Ведь всем давно известно, я десятки раз об этом говорил людям, тот регион, где спокойно, туда идут инвестиции, там открываются рабочие места, там есть зарплата и многое другое, там есть движение вперед. Там, где нестабильно, там, где есть угроза возникновения конфликта, любого локального конфликта, то инвестор туда не торопится. Напомним, Михаил Формузал на выборах опередил Николая Дудогл почти на две тысячи голосов. Дудогл обратился в Камрадскую апелляционную палату с требованием аннулировать результаты выборов. Требование было отклонено как необоснованное. Согласно результатам выборов, которые утвердила апелляционная палата Камрад, Михаил Формузал стал новым башканом Гагаузии. Тогда сторона Дудогл обратилась в высшую судебную палату.